Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать! Добро пожаловать! Прекрасит, соответственно, наши ожидания. Мой клиент это устраивает, предлагаем роль. Рекомендую зарплату 2200. Да ну понятно, короче. Вижу зарплату, только тут костяк, блядь. Мы движемся вперед, давайте обсудим, на сколько лет мы будем заключать договор. Музыка такая прикольная, тут спокойная почти. Ну не такая слишком спокойная, такая вот. Так, на 4 года мы прилагаем, если захочет там... Мы хотим приложить ему контроль на 4 года. У меня тут вряд ли уже будет, простите за кашель. Так... Да, нас устраивает, давайте продолжать. Замечательно просто. Так, игнорируйте. Захочет, пускай предложит сам. Так, движемся дальше. Дальше. Мы хотим бы обсудить зарплату, впрочем, финансовую слою. Учитывая наш класс, помогаем, мы заслужим зарплату 900 в неделю. Нашел подписание бонус 8600 и 9200 после нескольких выходов на поле 10. Вряд зарплаты, пиздец, заебись. Я согласен. Хорошо, получше требуем зарплату, заработную плату и ждем его в команде. Ну все, наш игрок, он... Нас обсудим, там, если не ошибаюсь, он какой-то защитник. Правый, что ли, блядь, у нас. Накосячили. Сейчас всего. Может не быть. Так, окей, все, мы здесь сделали. Теперь переходим к составу. Да, состав у нас весь убитый. Правый защитник. Так, левый защитник. Точнее, полузащитник. Так. Вот он, ты у нас. Так, центральный полузащитник. Окей. Вот, ты у нас идешь сюда, значит. Блядь, а ты у нас это уменяешь, да? Это ЦАП у нас. Центральный полузащитник. 52. Так, окей. Так, левый защитник. Ты правый. Центральный защитник тебя. Ёб твою мать, это пиздец. Блядь, 53. Охуеть просто. Короче, у нас... Нападающий, блин. Ну, пускай поменяем. Отдохнет пускай вам. Центральный защитник у нас проблем. Центральный защитник у нас два травмы имеет. Один в запасе, 58 в данный момент. Так, сохраняем состав. Мы такой, который мы вытаскиваем, блин. Центральная защита слишком у нас уставшая будет в данный момент. И я не знаю, что у нас дальше делать будем. Мы переходим к офису. Я хочу, пацанин, молодежный состав, а не то. А тут центральных защитников у нас нет. Жаль. Только вратарь еще есть у нас какой-то. Окей, окей, окей. Значит, переходим к матчу мы. Мы играем дома. Игра может быть трудной. Состав не основной. И при этом еще у нас центральные защитники травмы имеет. Вот такой поворот событий у нас ждет в данный момент. Опа. Наебали вратаря. Да ептай мать. Ну, это слишком легко. На самом деле, блин. Ну что, переходим к матчу. Слушаем лучший комментатор в нашей стране. Всем привет. У микрофона Георгий Чернанцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня нас ожидает очень интересный матч. Еще совсем чуть-чуть, и свисток арбитра погонит команды вперед. Или они будут осторожны? Как это будет? Давай не будем загадывать. Совсем скоро мы будем все знать наверняка. Интересный матч сегодня нас ждет. У хозяев лучшая оборона в лиге, а у гостей самое результативное нападение. Да, абсолютно разный стиль у команды. И посмотрим, какой сегодня возьмет верх. Субтитры создавал DimaTorzok 10 игроков во своей штрафной примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. А это стартовая расстановка гостевой команды. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Команды начинают эту игру. Поехали. Партнеры поддерживают эту атаку. Тут защитник без привлечения спасает свою команду. Очень четко сыгра подбор. Лид Джессон. Будьерас. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Стоп-машина. Атака завершена. Удар аппарат. Сегодня нам сообщили последние новости об активности тортмонской Баруси на трансферном рынке. Что там интересно? Да, трансфер наконец-то состоялся. Блин, начали мы игру, а я только все микрофон вырубил. Что-то автоматом. Ну ладно. Короче, продолжаем игру. У нас не особо интересного ничего не произошло. А вот это может интересно быть. Пока микрофон себе включал, думал, что сказать, блин. Тут, блядь, чуть не приебали себе гол. Слишком трудная игра будет. Можно так сказать. Видно, видно до этого, пока микрофон я не включил. Говорили по поводу игрока. 75 миллионов. Да, блядь, такие деньги, блядь. Только мечтать без таким клубом, блядь. Покупка игроков, ё-моё. Ну куда ты там, блядь, блядь, бежишь, падла. И шанс забить гол. Блядь, какая штанга была. Тальше Перекладина. Блядь, ё-моё, как повезло им. Тут надо было забивать, тут надо было забивать. Да, блядь, ну как-то перехватываешь так, а? Падла. Центр у нас уставший. И главный кубок страны, который мы приебали в том серии. По пенальти, получается, у нас. И мы ещё, блин, потеряли двух защитников. Это вообще просто офигенный момент. Беги давай, блядь, ё-моё, блядь. Ну да, бить давай оттуда, блядь. Откуда ты знаешь? Говорят комментаторов, охуеть просто, а? Как будто они знают от игрока, прям полностью. Значит, 20 минут уже прошло основного времени матча. Пока 0-0, у нас шанс был один забит, только бывает это перекладина. Мы уже посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, в следующем сезоне мы перейдём к Лиге Чемпионов. Только за этот куб, конечно, мы не так не затащим. Кубок Луи Фа мы уже были. И чем-нибудь группа вылетели. И у нас контракт закончился. Блядь, ну, блядь, охуенный пас. Мы принесли этот дурацкий вниз пас никуда. Принёс нам гол. От чумена просто. Сами себе гол притащили. Поздравляем голом его. О, восьмой гол. Молодчина. У нас 23, и чем он сейчас у нас в запасе сидит. Уставший игрок. Некому играть у нас. Неужели надо свободного агента нам подписывать ещё, блин, на защиту? Это из этого может получиться. Ну, нарешивай. Следует скидка. Ой, блин. Вижу тебя, ну, не тому. На угловой. На угловой уходит мяч. На угловой. Мы сейчас придумаем. Мы сейчас придумаем. А может быть и нет. А, даже не угловой. Ёптэ, ман. Нифига там вратарь закрутил. Блядь, долго-долго-долго мучаемся. Да, блядь. Они друг друга не могут понять, что они хотят. Это, конечно, не стандарт, но и из авто можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Не понимают они друг друга. Нифига. Заебись пас. Ну, блядь, убери его нафиг отсюда. Всё, замечательно. Мяч наш. Лежу. Вот давай, беги-беги-беги-беги-беги. О, разряжение. Джосика. Самый раз, самый тот, что я хотел ждать. Без этого, блядь, это не серия нифига уже. Блядь, ну как вы там бегаете-то, блядь, друг другу промахиваетесь? Ещё её отнять не можете. Терпеливо ждут они своего шанса. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Есть. Да беги давай. Нет. Защитники успевают вернуться к своему... Да куда ты даёшь пас? А этому, блядь, второму, который подальше. Нельзя же, что я буду пасом дать? Такое дело, нельзя, да? Заебись, мы пропускаем второй гол. 45 плюс. Нет, центральные защитники уставшие, они не могут справиться с этим. ПСВ. Ну что сказать, голище. Очень здорово сыграно увидел партнёра моментально вылез. Кхе-кхе. И всё, плюсуйте единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щёлкает. И думаю, что это точно не последний. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт, они действительно грамотно. Чё 2-0 укрепила команда своё преимущество. Ну что, погнали. Бля, пиздец. Да, бля, куда ты побежал-то, блядь? О, да! За серию, блядь, в углу. Ещё сделать не могли. Ведут в счёте гости после первого тайма. Такого выступления мы и ждём, собственно, от самой забивной команды лиги. И я думаю, что во втором тайме мы ещё увидим голы в их исполнении. Команда начинает эту игру. Поехали. Алё, братан! Ну что, продолжаем игру мы. У нас второй тайм пошёл. Продолжается наш матч второй тайм. Блядь, опасный момент. Сейчас, блядь, могли и третий сейчас пропустить. Блядь, ну это пиздец. Вот как так можно, блядь, а? Взять мяч и ударить его в гибеня. Вообще заебись было бы. Заебись, охуенно. Офсайт. Офсайт будет. Завершается свистом арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайт. Ну что, продолжаем игру. Тут около ворот теперь наш. Блядь. Как промахнулся-то, блядь. Третий гол. Третий гол. Третий гол. Да, да. Нас сегодня громят. У себя дома. Ничего с этим сделать, донать не могу. Блядь, зря я похвалил-то. Надо мотивировать. Мы же хуёво сыграли в том матче, бля. Точняк. Ё-моё. А, может из-за этого? Так, у них замены произошли, только я всё скрипнул. Так, окей. Значит, теперь мы начнём делать что-то. Цап у нас уставший. Блин, давай тебя выпустим, попробуем. Так, и нападающего тоже меняем. Блядь. Ну, стороны защитника тоже меняем. Ёпта, я хуй знаю, что делать. Три игрока сразу меняю. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание. Хороший пас. Ну что, навес будет? Ну куда так, а? Ну куда там быть так, а? Заебись вообще просто. Офигенно играем. Заебись. Вообще охуенно с мячом мы. Увидел открывание впереди. Ну, блядь. И тут промах, а. Вы видели такой промах? Вот это промах. Три замены сразу? Да, мы прям всё поменяли. Мы нападение поменяли, защиту. Обновлённая паса. И чем этот 59, 58 общего. Это вообще просто маленький. Да, супер пас. Заебись, пас назад, блядь, ещё перехвачен. А вот хороший шанс. Быстро хороший пас на ход. Прекрасный пас на ход. Будешь навешивать, а? Казалось, что в этой атаке может что-то получиться. Но защита хорошо отработана. И пробил он пару. Ёп ты, блядь. Живот какой-то ударил-то в него. Так, контратака у нас ничего нету, блядь, в данный момент. Ничего нету. Так, а если я так сделаю? Блядь, какой нахуй пас? Сука, пока переключал, блядь, этот. В атаку получалось не знаю, что у меня. Так, у них замена. У них замена. У них замена. Значит, три очка будет у нас после этого матча. Отрыв. Вам дохуя не пропустить. Да, заебись вообще. Развалились мы уже. Чуть-чуть, господа. Но! Блядь, сука, пиздец просто. Что творится, блядь, вокруг ворота. Да, заебический навес был. Беги давай, блядь, смотрит он там, блядь, а. Забиваем гол. Да? Мы это делаем. Мы это делаем. Мы это делаем. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого раковса. Да, да, да. Ты пропустил этот матч. Ничего не скажешь. Поздравляем 24-м голом. Уже четыре гола в этой встрече забито. 3-1 еще. Бутьерас. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Здорово играет. Очень точно делает передачу в сегодняшний момент. Ну что, погнали. Ну, блядь, навес неточный был. Мяч пока наш. Да, блядь, ну, блядь, а отбит. Ну, только жалко, блядь, не повезло нам. Опять мы с мячом. И бей давай. Ну, еще один. И мы забиваем второй гол. Вот это да. Вот это гол, а. Заебись, 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 заебись. Заебись. Вообще офигенно все. Мы это делаем. Счет 3-2. Смотрим дальше. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Ну, давай, ну, дорогой, беги. Дерек Люкасон. Ну, и где же навес? Блядь, еще 11-метровый тут заработали бы. Ну что, погнали, парни, в атаку. Блядь, пиздец просто, блядь, пас был нелепый. Неа, 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 неа. Как всегда, как всегда. Ну, все, с уголовым мы закончим. Тут 3 минуты добавляют дополнительное время. Все, можно свисток спокойно давать. Неа, да. Проиграли мы за счетом 3-2. В конце мы все-таки забили 2 гола, которые могли бы и сравнять. Ну, у нас ничего не получается. Да, абсолютно согласен. Команды порадовали и нас, и зрителей. Показали настоящий, искренне атакующий футбол. Спасибо им за это. Такой матч. Ну, это мы видели, все прекрасно. Далее. Так, переходим в общее сведение. Чего нам по общей сведении. Так, 2-3 по голам. 9-8 ударов. Удар 45-5. Владимир Мичевым 52-48. Отновим, Мичевым 4-3. Осады 1-0. Уголы 1-1. Ударов в точности 55-62%. Точность паса 84-85. Такой поворот. Проигрываем мы у себя дома. Очень жаль, конечно, у нас игроки были усавшие. У нас некого было упускать, потому что у нас 2 травмы с центральным защитником. Может, из-за этого так сильно нам не пострадало. И не все игроки были основы. Вот такие у нас, по-моему, события. Ну, это не особо страшно. У нас еще есть отрыв. Переходим к выразить игрокам. Тебя дам. Опа-на. Какие дела у нас. Что за молодой у нас? 53, и не хочешь развиваться? Это как понимать вообще? Тоже не понимаю, нифига его. Смотрим. Так, центральный поворот защитника у нас получает 75. Больше него, больше ничего у нас никто ничего не получает. Обидно. Так, следующий у нас тоже игра есть. Погнали. Так, продолжаем по поводу сборная. Я отклоняю. Пресс-коференция обязательно. Давай. Отмена. Мотивирует наших игроков. Мы проиграем все-таки в прошлом матче. Она мотивирует наших игроков. Так, окей. Так, у буквы файта нам не интересен. Так, что-то я хотел еще. Хотел трансфер искать игроков. Так, защитник. Центральный. Свободный агент. Смотрим. Понятно. Ничего хорошего не найдешь, да? Только вот этот вот. Аргентинец какой-то. Можно его посмотреть. Больше ничего интересного нет. Нифига. Жаль. Пропускаем еще три дня и начнем уже к игре. Будем переходить к игре. Там еще новости. Положение по поводу какого-то там игрока, что ли? А, мои положения. Понятно. Ты хочешь выйти на поле. Так, переходим к составу. Посмотрим, какой состав у нас выйдет. Так, в любом будешь ты. Стараем полузащитник. Так. У меня правый у нас так и остается. Здесь так, левый. Полузащитник. Так, центральный защитник. Так, даже у нас хороший центральный защитник Трамп получил, да? Понятно, значит, ты у нас остаешься здесь так же. Так, левый защитник меняется. И правый. Все. Состав продолжит редактировать. Состав все еще. Нападаешь меня. Все. Состав готов к этой игре. Лучше, чем в той игре, на самом деле, готов. Борь, освежился. Ну что, мы в гостях играем. А мы там дома играли. Ну что, переходим к матчу. Ну, только увидимся в конце момента матча. Ну что, мы снова здесь. Давайте посмотрим, что же момента матча. Нет гола на третьей минуте у нас. Окей, на 23-м мы все-таки забили гол. Первый свой. Поздравляем его с голом. Так, дальше на 45-й минуте мы забиваем гол. Еще один. И прямо в центр штрафной мяч. Транзитом через перекладину мяч влетает все-таки в сетку. Нет гола на 54-й минуте. Ага, офсайта, блядь, забили гол. Поздравляем его. В 77-й минуте мы снова забиваем гол, уже третий у нас. Надо посмотреть, как это происходило. Хороший был удар. Окей. Так, на 80-й минуте сейф от вратаря. Блядь, ну тут надо было забивать четвертый гол. Что-то было вообще просто замечательно. Но ничего у нас не получается. Все, далее. Общее сведение. 0-3 по голам, ударов 8-10, ударов 4-7, Владимир Мичеву 42, 58%, полмеча 3-1, травма 0-1, 3-1 оффсайт, угловой 3-4, тоже ударов 50-70%, тоже пасовый 82-85%. Такого у нас пора событий. Ну что, прокачиваем тебя, продолжаем дальше. Ты сейчас у нас на запасы уйдешь таким темпом скоро. Так, окей, венгер. Не особо хочу его качать, на самом деле. Вот не наш игрок. Мы с матча сейсити, пускай матча сейсити вы. И качать дальше. Потому что его покупать в любом случае не куплю. Но зарплата слишком высокая. Может купить мы, может быть, смогли даже, но зарплата слишком высокая. Вот для таких игроков. Увы, плохо, все плохо. Так, окей. Так, что у нас с центральным защитником-то? 18 лет и не качаться не хочет. Офигеть просто. А что мне, ну, просто? Вот это центральный защитник у нас. Так, левый защитник, полу... Да, левый полу защитник получает 60 общего. И все, больше у нас ничего такого развития нет. Очень жаль, очень жаль. Так. Ну, что мы... Ух, ё-моё. Что тут натворили-то вы? Они ничего, так я понимаю, сыграли, да? Вот такие дела. В данный момент мы находимся до сих пор на первом месте. Лидируем от всех. От отрывок хороший. И на этой ноте мы будем заканчивать эту серию. Увидимся уже в следующей серии других прохождений. А сколько у нас вообще по головам сейчас? 52, 52, нихуя себе. 52, 52. 16, мы пропустили, не меньше. 52, 52. А вот это чуметь. Ну, ладно. Как я говорю, на этой ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи и пока.